Просто невозможно не вспомнить два этих необыкновенных случая. Один случай был у меня с Борькой Тодоровским в школе, мы с ним учились. Я был у него дома, но он любил играть в шахматы, а я их терпеть не мог. Но он меня так достал, так достал, давай, говорит, сядем в шахматы, поиграем. Ну, я немножко-то понимал шахматы, но играть-то не любил и не мог. Но он меня так достал, что я сел и в какой-то момент, чтобы быстрее отвязаться от всего этого, но вдруг я как-то стал чувствовать все поле целиком. И даже не задумываясь, я чувствовал, как и что делать, но целиком чувствовал, что это какое-то было другое состояние. Ну и через 2-3 минуты я ему поставил мат, и он так удивился. Он же знал, что играть не любил. Я тоже удивился. Ну, состояние такое было. Такое же состояние у меня было потом через некоторое время у меня друг Саша Водорадский. Очень интересный человек. Мы с ним 2 недели, даже 3 недели подряд постоянно думали над одним изобретением, как сделать вечный двигатель. Ну, постоянно я думал об этом, постоянно я думал об этом. Он, видимо, так был сосредоточен на этом и днем, и ночью, что потом как-то к нему пришел, и он говорит, давай сыграем, ну, зарики такие вот есть такие, шешбеш называется, нарды. И я бросаю 6-3, бросаю 6-3. Я говорю, Саша, странное дело, я говорю, как не брошу, у меня 6-3 получается. А у него там 4-2, там 1-3, а у меня 6-5, 6-3. Но потом он говорит, это что с тобой, ты ударишь что ли? Я говорю, да не знаю, у меня какое-то такое состояние. Потом я говорю, давай я в шутку вот так брошу. Взял вот так эти, кости называются, или как зарики. С носу вот так бросил, 6-3. Ёлки-боталки. Вот я знаю, что есть такое состояние. Ну, и в первом, и во втором случае возникло у меня после сильных напряжений. То Борька меня напрягал, то мы постоянно с Сашей над изобретением думали, а потом в какой-то момент открылось такое состояние, когда всё как-то легко идёт, то есть после пика напряжения возникает какое-то расслабление, психическое я имею в виду, раскрепощение. И в этот момент, когда ты вещи видишь как-то более целостно, легко, и всё у тебя получается. Вот это интересное состояние. Потом я расскажу, как это делать специально, сознательно, осознанно. Я уже научился и расскажу вам эти секреты.